Еще несколько месяцев назад многие кустанайцы просто стороной обходили подземные переходы. Кого-то неприятный запах отпугивал, а многие боялись кромешной темноты. На помощь приходила альтернатива просто перебежать дорогу. Причем возможность угодить под колеса машины или автобуса никого не пугала. Но теперь стало все куда проще. Подземный переход на втором подъеме. Ему повезло больше остальных. Ремонтировать начали первым. За короткий промежуток времени из убогого помещения сделали конфетку. Отремонтировали лестницы, спроектировали пандусы и установили фонари. Освещение, говорят горожане, здесь не хватало особенно. Хулиганы либо лампочки разбивали, либо плафоны вырывали с корнем. Теперь бороться с вандалами помогают видеокамеры. Намного лучше. Во-первых, светло, красиво, не воняет теперь, как раньше воняло. Можно проходить. Раньше боялись дети проходить. А сейчас стало здесь приятно ходить. Не опасно. Понравилось. Вообще-то так классно проходим. Не страшно проходить. Нету какого-то такого смущения. Запах отличный. Ничего нет такого. Мы не побоимся запретить и что-то испугаемся. Как сообщили нам в отделе ЖКХ города, все затраченные на ремонт подземных переходов средства привлеченные. Монтажные работы оплатили две частные городские компании. На двоих они собрали около 24 миллионов тенге. Все три подземных пешехода открыты для граждан. Для удобства были выполнены работы. Там и спуски, съезды. В целях безопасности вся работа выполнена. Несмотря на обновленные подземки, наверняка найдутся те, кто горит желанием в очередной раз рискнуть своей и чужой жизнью, считают областные власти. Что толкает людей перебегать дорогу в неположенном месте, до сих пор непонятно. Освободить дороги Кусная от нерадивых пешеходов глава региона просит полицейских. Там, где пешеходные дороги есть, подземные переходы есть, вы должны научить людей ходить там и пользоваться этим, чем необходимо. И наказывать тех людей, которые переход не положен на место. По словам Акима области, дорожно-транспортные происшествия в Кустане случаются и по вине пешеходов. Как правило, это происходит утром, когда все спешат на работу. Кому-то перебежать дорогу, видимо, проще. Пока горожане не научатся пользоваться пешеходными переходами, говорит Нуралус-адвокасов, на дорогах областного центра спокойнее не станет. Алексей Басарнов, Антон Корчинский и Артем Грапов. РТН. Продолжение следует...